В настоящее время коронарышный курорт Мохов в округе Дахи-Канлин, самая северная часть Китая, переболняем посетителями со всей страны. На 53 градусе в северной шеладе туристы хотят испытать мороз в 53 градуса ниже нуля. Любаясь северными визажами, они насраждаются северным сиянием, а это стало воплощением мечты многих туристов. С полным возобновлением полетов из аэропорта Мохов, тезро местных туристов этой зимой увеличилось на 587% по сравнению с тем же периодом предшествующего года. На коронарышном курорте Мохов, распороженном в 6 грамм от базы ходового испытания Хунг-Хэ-Ку, непрерывно грохочут автомобили. Здесь собрались более 30 автопроизводителей с более 7900-ми испытательными автомобилями, что принесло местными жителями доход в размере более 46 миллионов юаней. В этом ледово-снежном сезоне в округе Тахи-Канлин под розмоком экстремальной холода бросает вызов, страдавал ряд характерных ледово-снежных мероприятий, таких как международный ледово-снежный автокросс, ледовая и снежная переправа в лесу. Мы проним запустить больше туристических поездов, увеличить скорость, сократить количество основок и открыть летние маршруты в Шанхай и Зеян. Кроме того, мы предлагаем усилить для создания ряда новых мест, популярных у интернет-знаменитостей и проведения ряда мероприятий, таких как снежно-ледовый карнавал «Полярный лес», знакомство с оранженами и фестивали «Воскрытие леда» на пограничной китайской российской регии, что превратит хорошие ресурсы в горячую экономику. В первом квартале два года доходы от туризма выросли более чем на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Как единственный сохранившийся биологический кинофонд умеренно-холодного пояса и кинофонд природных рекордственных отрав, округ Тахи-Ганлин прилагает усилия в реализации исследования кручевых технологий и преобразования научно-технических достижений. А также округ Тахи-Ганлин осуществляет стратегическое сотрудничество с ведущими предприятиями биотехнологий, содействуя развитию биологической экономики холодной земли. Обирающие на природные ресурсы, развитие отраслей хороновой рыбы, следобные грибов и переработки орехов являются основным направлением в реализации концепции полноценной еды. Тем временем мы стремимся к тому, чтобы наша уникальная лесная в сельскохозяйственной продукции продавать лучше, а индустрия туризма и здравоохранения стала более качественной, содействуя модификации лесного района, а также обеспечиваем бракосостояние рабочих и населения.